Каждая заработанная медаль, к ней быстро теряешь интерес. Какая-то вещь, которую очень хочешь, приобретаешь, играешь в ней два дня. Можно было бы назвать уголком тщеславия, если бы я этим гордился очень сильно, но это в основном влияние супруги, которая знает, что я выкинул в свое время депрессивное состояние уже в подростковом возрасте, я содрал со стены все свои дипломы под дзюдо, и мама смогла выловить мою только последнюю партию, которая еще на помойку не отнеслась. Да нет, как-то они мне надоели, висят и висят, я уже дзюдо не занимаюсь. Ну вот, как пример, тут, например, некоторые медальки валяются в сторонке, это шоколадные медальки. Это те самые зашкварные, можно я посмотрю? Так это же серебряные. Ну и что? Если первый противник не переехал, а второму я проиграл, категория нового. Это всего два человека в весе, да? Да, ну там три человека в весе, и мы становимся двумя. Где чемпионский, Миш? Вот эти две верхние, да? А здесь что будет? Есть, вон у меня даже, вот это было мое первое приятное ощущение, первое чемпионское по синим поясам, когда я выиграл трайл в Лондоне, в Удапске. Но там было очень смешно, потому что мне повезло чисто психологически сдавить противника в следующем образом. Со мной боролся огроменный чувак, опять же, кстати, студент Макс Корваль, я последовательно, которому, как потом выяснилось, за несколько недель до этого Макс умудрился дать фиолетовый пояс, но парень уже не знал, как перерегистрироваться, это было сложно в то время. И он приехал таки бороться по синим, потому что заплатил взнос. И, конечно, ему это была пощечина, потому что он проиграл мне. Парень чернокожий, огромная шпала, я вообще не понимаю, как мы оказались с ним в одной категории, может он легенький очень, там косточки легенькие, я не знаю, может как-то так. Но когда я шел с ним на схватку, со мной, по сути, прощались, один маленький белый человек, до свидания. Меня так отрекстердило, я думаю, все, а зверелищу совсем. Ну, знаешь, так, братан, держись, а сами так, знаешь, явно, тебе хана там. И мы с ним зарубились зверски, он очень сильный был физический, и он это чувствовал, он думал, что это ему поможет. В какой-то момент он сломался на том, что у него не получалось ничего со мной сделать. Мы закончили схватку с одинаковым, причем каким-то очень приличным счетом. Там орали знакомые, причем у меня так познакомился, это тренера. То есть там даже собралось, было приятно ощущать, что схватка каких-то синих поясов привлекла внимание черных поясов. Они стали лево, нормально. И схватка закончилась в том, что я вешу у него на армбаре вот на последних секундах, а он своей бицухой умудряется протестать с моей спины. Я понимаю, что мои-то предки косили траву, а у него явно тростник валили. Это же просто какая-то махина. И схватка заканчивается. Я же тогда не очень хорошо знаю вот этот расчет баллов. Я еще вися у него на руке смотрю на табло, а там равный счет и равный адвентедж. Я думаю, ну все, вилой сейчас будет какая-нибудь там судья будет определять. Наверняка-то русский нафиг получит, чего по решению судей. Я с него сваливаюсь, соответственно, рефери нас, как и положено, ставят на ноги. И показывают преимущество мне, потому что я закончил схватку в момент выполнения болевого приема и получил адвентедж таким образом. Я эту схватку выглочил, рассорился. Я там еле дополз отдохнуть. Но после этого психологически сломались остальные чуваки в моей категории, посмотрев на эту фигню, что эта белая хрень из России растерзала, как они посчитали, вот эту вот мечтуру по владельческому строю. И реально парень, вот, например, испанец один, он меня просто напугался. Он шарахался от меня, он чуть не вот так, он на мое движение, вот меня удивляют, такие люди приходят. Он чуть не падал носки, он, знаешь, как песики такие, сучил лапками. Он постучал при первой же возможности, ему еще больно не было, серьезно. Ну, и, то есть, у меня остальные там три схватки, они пришли, прошли в дико лайтовом режиме, я их все выиграл, вот, получил золотую медаль впервые за много лет. Мне это было очень приятно. С этой медалью у меня связано очень приятное воспоминание, так что это, конечно, для меня очень дорогого стоит. И, знаете, их тогда их делали прекрасно. Смотрите как, это не штамповка одинаковая. Нет, это, конечно, штамповка, но тут, во-первых, указан дивизион в виде синего пояса. А тут еще и сзади написано, когда, что и как, да? То есть, имя? Нет, нет, не имя. Нет, имени нету, но, ну, то есть, когда это происходило, где, как, что. Вообще, прикольно, что тогда они так делали, но потом они, видимо, подзадолбались вот это делать. Я, правда, чуть не убежал без нее, но ее бы забрал тогда. Очень интересный парень с Украины сейчас черный пояс. А ты своего пояса по каратесу? Что? Почему? На медальке по каратесе не пояс. Почему? Там нет черного бокова. А, да. Ну, ладно, докапливаться. И, в общем, я убегал уже. Как раз тренер, устроителем этого трайла был тренер нынешней Коли Чучкалова за Марселло. Там мы и познакомились. Я уже убегаю, говорю, слушайте, у меня времени нет, я не останусь на награждении. Они все были в конце тогда, и сейчас прям параллельно все эти. Вы вот этому парню отдайте, медалью, он говорит, как этому парню? Он говорит, ну мы там типа вроде, особенно по всем временам, это сейчас странно звучит, да, такая фраза. Вы русский, украинец, что-то это, родня. Мы с ним видимся иногда, я как-нибудь заберу потом. Он говорит, не, не, подожди. Он помчался куда-то, где-то медали, он ее отыскал, напялил на меня. То есть я еще подставил других пьедестал, выглядел без первого места, наверное, ублюдочно. На втором названии все, а на первом чувак что-то и растворился, погиб, наверное, в процессе выполняем. Я, кстати, видел таких много фотографий. Ну, ладно, там очень затянулось время. Вот я помню этот одиннадцатый год, там настолько нарушился тайм, мне уже надо было уезжать. Меня ждал поезд, уезжать там в другую часть Великобритании. Как сейчас. Надо в Шотландию ехать. Нет, это гораздо хуже. У меня билеты на поезд, которые уходят в Шотландию, а я там кручусь в каком-то предместе Лондона, в какой-то жопе мира. И я должен каким-то образом это все ежа сужом скрестить. Ну, в общем. Ну, тут есть и хорошая медаль к обвинению того, что я выступаю только по стариканам. Например, я всегда в Риме боролся только по едалтам. Рим – это Европа-Науги. Да, Европа-Науги, например. Если мы встречаем медаль в Новгии, а нигде не написано, что это едалта. Это можно посмотреть на сайте статистики IPJF. Слава богу, они ее ведут по всем своим турнирам. И в едалтах я выступал. Поэтому, как бы, это не к тому, что я оправдываю, что мастерс на самом деле такой дивизион, что на крупных соревнованиях там интересно. Там такие мастера попадаются. Например, из Checkmate мой один приятель, Ибрагим Менал, который сейчас один из кураторов у Дауда. Они вместе собираются, они там проводят очень крупный кемп, они дружат. Ну, Ибрагим охрененный парень, совершенно очень дружелюбный и так далее. Так вот, я для желающих там погомнить мастеров, я бы предложил бы с ним, например, побороться. Чувак какой-то звездой сейчас является кроссфита там в Турции. Если он выглядит дико молодо, то ему совершенно не скажешь, что ему там 40 лет. И, в общем, я бы, наверное, еще бы подумал, поскольку у меня было бы с чем сравнить, с кем бороться. Вот иногда предал там ли выйти, или вот на эту махину выкатиться. То есть мастерс такой. Все думают, что мастер это обязательно такой лысенький, старенький, с палочкой, такой вот совсем, да, убитый. С серьезной степенью амортизации нет, далеко не всегда так. Но есть разные мастерсы. Есть мастерс Кусты Сиандра, а есть Андре Гальвау и Рома Лваран. Да, да, да. И Сауло Рибер такой мастера лошара, да, выходишь против Сауло. И потом можешь рассчитать, что ты попробовал, как это под бульдозером, под катком побывать. Ну, слушай, не, поэтому, когда мы говорим о вопросах, я никогда не пытаюсь принизить дивизион мастерс, когда вот я говорил, что нам нужен чемпион в эдалтах, он нужен. Это обязательно для спорта, для страны он нужен. Но индивидуально выступление в мастерс обычно критикуют ребята, которым лет 20, да. Ну, они доживут до 40, мы посмотрим, где они будут выступать, все такие бодрые. Тем более схватка короткая, это вот в свое время Виттер и Стима говорил про Волдпро, что короткая схватка это не всегда легче, это наоборот сложнее, потому что в 10-минутной схватке, если ты допустил ошибку, у тебя есть шанс ее восстановить. В 5-минутной схватке тебе приходится собраться в комок и не допускать ни одной, ни малейшей ошибки, потому что если ты что-то профукал, противник может долежать просто схватку, если он оказался в положении, respectful position, там, маунт, бэкгрэп, еще что-то. Поэтому я не критикую мастерс дивизион, но я пробовал, что такое бороться по эдалтам. Что и самое главное, что с каждой заработанной медалькой, к ней быстро теряешь интерес. Это как какая-то вещь, которую очень хочешь, приобретаешь, играешь с ней два дня, а потом думаешь, черт. Блин, я не раз не езжал, а как с ними играть? Вышел новый айфон, ну вот и так далее. Да нет, ну я просто имею ввиду, что это такие шаги. Я покажу дочери, отдаюсь. Ну и правильно, шажки, да, Миша вот меня любит их сгрести, звенеть ими ходить, как привидение. Надеть на себя. Дай бог здоровья всем чувакам в этом мире джиу-джитсу, они выпускают не вот такие медальки, да, там какие-то крохотулечки, а вот эти вот оковалки, которые дзинькают, брякают, вообще очень звенят достойно. Размером со сковородку каждую. Поэтому нет, этот весь металл. Ну, знаете, это будет хорошей памятью в будущем. Мы меньше будем все, каждый из нас, из спортсменов, меньше придает значение вот этим всем побрякушкам, чем наши родственники, которым приятно, чем наши дети, которые потом будут гордиться этой шнягой, когда я там помру. Поэтому, потому что я сейчас с удовольствием вот эти всякие фотографии, награды своих там дедов, прадедов, они для меня имеют значение. А мои, собственно, и нет. Я, ребенок из семьи инженеров, мне, как бы, это чуть не ругательное слово было в советское время, у меня никогда не было каких-то колоссальных финансовых возможностей. Я пришел в Дом пионеров и бесплатно занимался там, проявился более-менее прилично, стал заниматься в спортивной группе, потом присоединился уже к команде, вот в этом ФСК Персей, группе занимающихся детей. Нам тогда помогали заниматься. Нам доставали за какие-то грошики. Мы платили какую-то вот эту федерацию или куда-то там вот эту квитанцию, по-моему, раз в год. Она была настолько копеечной, что никто ее не замечал. А сейчас маме, чтобы отдать ребенка заниматься спортом, нужно там за одного-двух детей выложить кругленькую сумму в месяц. То есть возможности стало гораздо меньше. И я благодарен, не все было гладко в то время, не все было гладко в той стране. Я не нахваливаю, не отношусь к людям, которых назад было в СССР, как было хорошо. Да нифига. Но вот в этом контексте я родился в той стране, и я был благодарен тем возможностям, которые у меня появились. Слушай, а что за город-то? Вот нафига ты мне уговорил сделать визу британскую? Вот и напоил мне вчера. Вот теперь как отсюда выбираться?